Всем привет ребята! Меня зовут Алиандр и добро пожаловать на мой игровой канал! Сегодня мы с вами поиграем в прикольную Айо игруху под названием Мопио! Да, друзья мои, вам не показалось, сегодня у нас наконец-то уже будет Мопио! Многие меня просили, ребята, поиграть именно в эту Айоху, так как уже давно не было роликов по ней, и я прислушался к вам, друзья мои, и сегодня мы в неё как раз-таки поиграем! Но мало того, что мы в неё поиграем, ребятки, сегодня у нас ещё будет небольшой обзорчик! У нас вышло обновление в Мопио, у нас добавились два новых животных! А что это за животные, вы узнаете совсем-совсем скоро, до них прокачиваться осталось буквально несколько шажочков! Также, ребятки, у нас проявились тоже небольшие такие виды изменения в качестве летающих существ, тут у нас добавили немножко, так сказать, ну я бы назвал это скорость, наверное, либо способность нашему орлу и нашему соколу, ну что это за способности, тоже вы узнаете совсем-совсем скоро! Давайте попробуем вкачать всё-таки Леси, у Анка тут до него ещё тут, я уже половинку ему вкачал, ещё чуть-чуточку нужно вкачать и всё, правда тут страшные-престрашные слоны ещё бегают, они нас могут съесть, очень не хочется попасться в ловушку этим вот слонам, чтобы они нас съели, поэтому сейчас по Береку где-нибудь кого-то ещё покушаем, может мы с вами каких-нибудь грибочков где-то найдём, либо каких-нибудь ягодок! Друзья мои, сегодня мы попробуем с вами поиграть из этих вот новых существ, и посмотрим, какие у них есть способности! Кстати, способности у них очень-очень крутые, мне очень понравились эти способности, друзья! Я вам просто реально говорю, я зашёл, даже не увидел, что это всё обновилось, и как только начал играть, мне очень это прикололо! Сегодня я попробую до этих вот существ докачаться, и сегодня мы попробуем, протестируем, что же они делают эти существа! Ну что же, пока что всего-то навсего это Лисёнок, он ничего особого такого нам не делает, но тут ничего страшного, тут ему нужно набрать-то буквально несколько тысяч ещё массы! Всё, друзья мои, я набрал уже несколько тысяч массы, теперь я могу уже играть за свою любимую зебрку! Зебрка у нас очень-очень классная, очень клёвое существо, я бы назвал его даже читерское существо! За зебрку вы можете вынести абсолютно любого! Ну, друзья мои, нет такого существа, кого бы зебрка не вынесла, потому что она разворачивается, копытками бьёт и всё, и всех просто на повал уносит, поэтому за неё мы тоже, я думаю, очень быстренько апнемся! Да, друзья мои, мы очень быстренько апнулись, даже ещё быстрее, чем я думал! Вот мы уже с вами за гепардика апнулись, давайте мы сейчас за второго гепардика апнемся, просто одно удовольствие за них играть, за гепардов, потому что они просто, друзья мои, нереально крутые, нереально быстрые, и вот они набирают свою массу очень-очень быстро! То есть, если вы хотите прокачаться, лучше всего это делать за гепардов! А что это за гепарды? Это у нас будут гепарды ночные, из летнего биома, либо из зимнего биома, особо разницы нет! И вот, друзья мои, моя птичка, вот моя первая птичка, до которой я прокачался, да, вот это как раз-таки новое существо, которое ввели! У неё есть прикольная способность, она взлетает, и она меняет свой цвет, она меняет не свой цвет, она меняет существо, которым она является! Вот, пожалуйста, я зажал правую кнопку мыши, и я, получается, стал тигрёнком, раненым тигрёнком! Если на меня кто-то будет нападать, я, соответственно, буду убегать, я не буду думать, что я раненый тигрёнок, будут меня преследовать, А на самом деле я вот такая вот крутая-прикрутая птичка, вы видели, только что Саблезубик за мной начал гнаться, а потом посмотрел, что я уже всё-таки обратная птичка, и отпустил меня, отстал он от меня! Друзья мои, это у меня пока что вот была первая такая птичка, вот, пожалуйста, тут орёл меня, правда, поймал, какой плохой орёл! Сейчас я от него отстану, и потом мы с вами обязательно качаемся ещё до кого-нибудь другого! Так, смотрите, друзья мои, вы видели, как я орла-то покусал? Вы видели, он когда крутился, я его, друзья мои, кусал, и очень круто я его кусал один-два разика, три разика! Ребятки, я сейчас орла, в принципе, практически слил, представляете? Я практически слил орла! Это просто нереально круто! И давайте-давайте, друзья мои, тут ещё немножечко осталось! Ну, ещё немножечко я бы орла прям в хвостик рубанул бы и прям бы его скушал! А вот тут у нас ещё есть тигрёночек, и есть у нас тут чёрный дракончик! Ну, что мы, чёрного дракончика скушаем или нет? Нет, всё-таки чёрный дракончик это вам не простое существо, его не так-то просто слить! Ну да ладно, вот тут он у нас прошёл, в принципе, сейчас не про чёрных драконов у нас идёт речь! Итак, друзья мои, я только что был уже красненькой птичкой, но я хочу всё-таки показать вам ещё другую птичку и тоже попробуем мы вот этими вот новыми существами ещё немножечко поиграть. Поэтому сейчас мы, наверное, с вами просто-напросто кому-нибудь сольёмся или просто-напросто, чтобы никому не попалось, я вот сюда вот зайду и тут я сгорю. Да, друзья мои, вот, в принципе, тут, наверное, меня всё-таки дракончик слил. Хорошо, вот мы выбираем с вами Блю Макао, он называется, это у нас первая синяя птичка, ей мы ещё не играли, потому что мы её перебросили, просто больше массы мы набрали. Итак, что она делает? Она у нас тоже взлетает, как и предыдущая птичка, да, вот, пожалуйста, я себе могу взлетать, могу кого хочешь есть, если получится. А, вот она, наверное, такая же самая, друзья мои, это такая же самая, скорее всего, красненькая или синенькая птичка. Вот я пока что тоже синенькая. Если я зайду куда-нибудь на дерево, да, вот сверху заползу на дерево и нажму правую кнопку мыши, я меняю себе скин. Обратно же я поменял, и наша синенькая птичка стала вот таким вот, типа, раненого тигрёночка, да, допустим, если вы там от кого-то убегаете, либо кто-то вас там преследует, да, то есть вы можете себе поменять скин и поменять вид свой. То есть вы, в принципе, остаётесь той самой синенькой птички, но немножечко видоизменяетесь изнутри, становитесь тигрёночком. Вот такой вот пока что тигрёнок. Она, как правило, меняет многие скины, не только тигрёнок там нас даётся, там у нас индейка даёт, ну, в общем, друзья мои, очень много скинов она меняет. Так, хорошо, ребятки, давайте мы попробуем теперь поиграть за сокола, видите, у нас там есть такое, как бы, иногда нам дают красную, а иногда нам дают синюю вот эту птичку. У них способности одинаковые, это одни и те же самые птички, просто иногда нам выпадает красненькая, иногда нам выпадает синенькая. То есть одни, у них способности одинаковые, они всё, друзья мои, делают одинаково и летают одинаково и превращаются в других животных одинаково. Ну, правда, одни в одних, другие в других, вот, и масс они тоже стоят как бы одинаково, но что вам выпадет, это пока что, друзья, я не понял, как его выбирать, мне кажется, что это даётся всё вслепую, то есть, случайно, вот в этом выпала вам какая-нибудь одна птичка, значит, вы этой будете птичкой играть, если будете играть другой раз, может выпасть другая, может та же самая, ну, в общем, друзья, мы вот такие вот, у нас вышло небольшое обновление, добавили двоих птичек, это у нас бета-мопио, ребятки, и также у нас здесь у бета-мопио добавили ещё способность нашему орлу, Сегодня я попробую прокачаться как раз-таки до этого орла тоже, а вот у нас тут есть ещё вот такая вот птичка, бум-бум, и скушаем мы её или не скушаем? Ну, нет, не скушаем, отползла, отползла птичка, потому что там была акулка, и возле акулки ещё подошёл кракен, я не хотел её преследовать, думаю, ладно, пускай она пока что живёт, и я буду жить, и рано или поздно, возможно, её съем, если будет такая необходимость, пока что я вот играю за сокола, чуть-чуточку мне ещё осталось набрать, и я уже буду следующей своей птичкой, а следующая моя птичка, это будет как раз-таки орёл, И вот за орла я тоже вам хотел показать, какой он эволюционировал, до какого существа, и каким он стал сильным, очень, друзья мои, стал сильным, да, кстати, вот таких вот птичек, которые взлетают, когда мы взлетаем, мы тоже можем преследовать, то есть мы можем преследовать этих же самых птичек, и бум-бум, нет, отошла, как раз-таки отошла птичка, то есть, ребят, когда она взлетает, и я взлетаю, да, если я сильнее птичка, чем она, я её поедаю, если же она будет сильнее, соответственно, она меня скушает, Ладненько, давайте мы еще чуть-чуточку тут нужно набрать Нам совсем крапелюсечку Можно попробовать, например, вот тебя Скушать, ну же, ну же, ну же Нет, друзья мои, у нас получилось небольшое такое Небольшой такой забег Не в ту сторону, в которую нужно Просто этот сокол, он очень хорош, когда он Кого-нибудь глушит, но плохо то Что он не сразу Прыгает, да, когда вот мы ему говорим Что давай уже на низ прыгай, да, когда мы ему задаем Такую команду, чтобы он уже прыгал на низ Он не хочет, ребят, прыгать на низ, он просто-напросто Себе взлетает и ждет, пока мы Не укажем, куда ему Приземлиться и что ему нужно сделать, вот мы сейчас Приземлимся, показали, он прям падает Вниз и глушит, вот это у нас сокол, либо ястреб Иногда даже на него Я слышал, говорят, шулик, вот такое вот Название в этой вот птичке, но в любом случае Тоже крутая птичка, но вот следующая Птичка, как раз таки этот орел, который я вам Про которого я вам говорил, он очень нереально Крут, ребят, его апнули, ему добавили Очень крутую способность, и это У нас способность сейчас, сейчас, друзья мои, вы узнаете Мне нужно еще немножечко набрать Вот здесь вот есть груши, бананы, наверное Как раз таки после этого я и апнусь, да, ребятки Вот у меня есть мой орел, и так Что же делает мой маленький орел Ну давайте мы с вами пока что вот, например На лягушке это все проверим Смотрите, какой он быстрый, смотрите, какой он Нереально быстрый, мы можем вот так вот Ее кинуть, а сами чуть-чуточку поодаль Отойти и обратно же приземлиться, да То есть мы с вами теперь можем ловить Кого угодно, например, где-нибудь в воде Просто хапаем его и Несем его в лаву, либо просто несем его Где-нибудь в лето, и он там будет распадаться И, соответственно, мы будем очень хорошо прокачиваться Потому что до этого у нас орел не был так апнут У него не было такой способности И он так просто быстро не мог доставить свою добычу По месту назначения А теперь в бета-мопе Орел просто нереально, друзья мои, крутой Даже покруче, наверное, будет, чем самый-самый первый Мне больше всего нравился этот самый-самый первый орел До того, как его вида изменили То есть он там таскал существ намного сильнее, чем он Там акулок он таскал И такое, да То после того, как его немножечко порезали И с него сделали вот такого простого орла С него сделали какого-то такого, друзья мои Я бы сказал, даже простенького орла Что-то вот он, ну не может он так двигаться Как раньше, например, двигался Но вот эта вот его скорость, которая только что добавилась Это просто круть, друзья Просто нереально круто Я даже не знаю, что им нужно сделать Чтобы не набирать массу То есть за орла вы сейчас Если вы смотрели все мои ролики То вы знаете, что я не особо люблю играть за орла Либо за росомаху, либо за носорога То есть я предпочитаю играть за акулку Ну, либо на крайняк за росомаху На северном полюсе прокачиваться А вот этих вот две эволюции Носорог и орел Я старался, блядь, и не прокачиваться Ну, не очень мне оно нравилось Но после того, как вот этого орла В бетамопе добавили ему вот такие вот способности Когда он стал вот таким вот крутым Он просто нереально, ребятки, крут Ну, просто нереально крут Правда, немножечко он Не может долго летать, да Ему нужно приземляться периодически Вот другие птички чуть-чуть побольше летают, чем он Но все равно, если на это все не смотреть То он очень, друзья, крутой Очень крутой и очень быстрый Теперь он может поймать абсолютно Кого только захочет Ну, вот практически, практически поймал тигренка Свалил этот тигр Ну, ничегошеньки Если мне будет такая необходимость Я его обязательно догоню А нет, не догоню Он уже стал орлом, представляете? Да, ему там совсем немножечко оставалось Он уже стал орлом и тоже прокачался Друзья мои, вот такая вот крутая обнова Добавили нам двоих существ И добавили у нас способности к нашему орлу К нашему крутому, прикрутому орлу Давайте мы с вами попробуем поохотиться Возможно, с водички кого-нибудь Мы будем с вами вытаскивать И нести обратно же туда, куда я вам говорил А именно в лаву куда-нибудь, да? Вот в лаву мы с вами будем их всех тягать В лаве мы с вами будем их всех кушать В лаве они будут сгорать Только нужно какое-нибудь другое место взять Потому что там много слоников есть И чтобы они меня не рубанули Чтобы они меня не съели Мне нужно кого-нибудь другого найти, ребятки Найти нужно кого-нибудь другого Давайте побыстрее это все сделаем Давайте побыстрее мы это всё с вами найдём. Так, еда моя, моя еда. Это не та еда, которая мне нужна. Давайте мы посмотрим. Нет, здесь тоже не та. Возможно, вверх туда можно будет пойти. Ребят, я прокачался уже до индейки. Очень и очень быстренько у меня это получилось. Хотел я за орла немножечко поносить себе еды. Но только дошёл до воды, до моря. И тут же прокачался. Там у меня была мясушка, которое я скушал. Взял я индейку для того, чтобы проверить. Возможно, ещё каким-нибудь птичкам добавили способность. Но нет, ребятки, никаким другим птичкам эту способность не добавили. То есть, вот у нас как были эти вот существа, такими же они и остались. Ничего здесь не видоизменилось. Видоизменились у нас только орлы. И видоизменились у нас, соответственно, всего-то навсего, толечка, наши новенькие птички. Вот у меня есть тут, правда, несколько Санта-Эл, маленьких моих индюшат, которые меня защищают. Ну что ж, друзья мои, давайте мы попробуем ещё разочек поиграть за тех вот двоих птичек. Я уже тут докачался нормально. В принципе, 350 тысяч массы у меня уже есть. Но там я уже ни в кого не вкачаю. Следующая эволюция, у нас там уже будут либо слоник, либо кит, либо, допустим, мамонты или паук. То есть, что-нибудь такое уже серьёзнее, посерьёзнее существа. Я ими уже много раз играл, поэтому не сильно хочу я именно играть за этих существ. Давайте мы попробуем с вами слиться. И обратно попробую я поиграть за этих вот моих маленьких, самых-самых прикольненьких птичек, которые только появились. Давайте вот мы ему сольёмся, вот этому вот чуваку. Не хочу я больше играть, слился я ему. И теперь я орёл. Ну, в принципе, за орла тоже, наверное, мы сливаемся. Хочу я поиграть вот обратно же за вот такую вот какую-нибудь птичку, красненькую, либо синенькую. Посмотрим, какую нам теперь дадут эту птичку. Видим, что очень она хочет нас, так сказать, скушать, вот эта вот птичка. А вот я её поймал, ребятки. Вот я её поймал. Так, несём её, несём, несём, несём. И вот тут вот давайте мы её с вами бросим. И бросим её мы тут-то. Стуточки с вами. А, и правда, я тут ещё слился, ёлки-палки. Я распался тут на кусочки мяса. Но зато теперь я буду птичкой. Да, друзья мои. Вот я обратно, птичка. Мне брали, правда, дали обратно мне вот такую вот синенькую птичку. Хотелось за красненькую поиграть ещё. Второй раз будем играть за синенькую. Ну ладно, давайте мы немножечко тогда с вами апнемся по береку. Обратно наберу массы. Обратно, наверное, я солюсь. И потом, возможно, попробую ещё за красненькую поиграть. Хочу я попробовать ещё именно за красненькую. И показать вам, что способности и у синей, и у красной птички одинаковые. То есть и та, и другая имеют одни и те же самые способности. И та, и другая, друзья мои, имеют одни и те же самые возможности. То есть и одна, и другая летает. А когда мы заходим, например, кому-нибудь на... Какой-нибудь птичку мы с вами заходим на... О, ничего себе, смотрите, тут кто-то кого-то скушал. Ничего себе, тут красный дракончик уже стал. Круто. Давай, скушай меня. Будешь мне есть или нет? Да, дракончику мы красненькому слились с вами. Теперь выберем мы... О, обратно синее. Да что ж ты будешь делать? Почему мне одни синие дают? Ребят, ну, в принципе, и красный, и синий, я вам серьёзно говорю, не обмануя вас, имеет одни и те же самые способности. Как их активировать? Если вы, допустим, зайдёте вот сюда вот вниз, да, и не на дереве где-то будете играть, и тогда вы нажмёте правую кнопку мыши, то вы будете взлетать. Обратно же класнули правой кнопкой мыши, и вы приземлились. Если же вы зайдёте куда-нибудь на дерево, на какую-нибудь возвышенность, на какой-нибудь холмик, и там нажмёте эту кнопочку, то вы сразу же моментально превращаетесь в другое животное. Вот, видите, у нас теперь уже обезьянка, до этого у нас в основном тигр выпадал, но вот выпала обезьянка. И эта обезьянка у нас раненая маленькая, то есть очень-очень вкусная кажется, да, тогда какие-нибудь такие животные чуть-чуть послабее, чем моя птичка, будут нападать на меня, будут хотеть меня укусить. Я просто-напросто поменяю себе скин, стану обратно сильной птичкой с полностью восстановленным здоровьем, и всё, ребятки, и я смогу съесть кого хочешь, ну, не кого хочешь, а своего преследователя, и я смогу очень-очень хорошо его удивить. Я вот здесь вот играл, когда я бегал, помню, прокачивался-прокачивался, выбрал я себе тигрёночка слабенького, за мной соблизовик бежал-бежал, а потом, когда я активировал обратно способность, стал обратно птичкой, он от меня отошёл, потому что думал, что мне совсем мало здоровья, и только разочек мне нужно будет ударить, либо укусануть, и всё, и он меня сольёт. А не тут-то было, наши вот крутые-крутые птички, вот такие вот нереально крутые. Давайте мы попробуем ещё кого-нибудь поменять. Да, вот смотрите, я уже стал поросёночек, да, вот такой вот маленький поросёночек с таким вот маленьким-маленьким здоровьем, да, то есть на меня могут теперь нападать, кто-то мне тут может кушать, например, да, а я тут хоп, и стал обратно же птичка. Вот такая вот крутая обнова у нас вышла в мопе, то есть такие вот добавили два нереально крутых скина с крутыми способностями, которые могут менять свой облик на других животных. До этого таких существ у нас не было. У нас был в море, да, жёлтенький такой крабик, да, вот, он тоже может менять, но он только может становиться какими-нибудь другими существами, а именно это, он может быть, например, чем-то неводушевлённым, да, то есть он может быть, там, например, ромбиком, либо там ещё чем-нибудь таким вот, какой-нибудь большой там вкусной травкой, а вот именно на суше у нас таких животных нету. И вот добавили, друзья мои, добавили вот таких вот нереально крутых птичек, и эти две птички мне очень-очень прикольнули и очень-очень понравились. Если вы ещё не играли в это бета-мопе после обновы, обязательно поиграйте вот такие вот крутые, нереально крутые скины. Ну что же, друзья мои, если вам нравится Мопио, обязательно поставьте лайк, если этот ролик наберет много лайков, я постараюсь сделать ролики по Мопио почаще, ну и конечно же, так как вы просили Мопио, то вот я его и сделал вот в этот вот разочек, друзья мои, я никого не обманываю, если кому-то обещаю, обязательно его я сделаю. Также, друзья мои, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался, и нажимайте на колокольчик, чтобы знать, когда у меня выходят ролики, ну или когда у меня стрим, чтобы приходить на стриме и играть вместе с нами. Ну что же, а на этом пока все, друзья мои, спасибо всем за просмотр, с вами был Алиандр, всем пока, ребят, увидимся!